Мероприятие началось с истории страшной статистики смертности. Зрителям показали черно-белые фотокарточки истощённых и измученных детей войны. В зале царила полная тишина. Все внимательно смотрели до слёз проникновенный концерт. Госте особенно поразило выступление коллектива «Айсидора». Детям рассказали и о том, что такое голод. Ежедневно по карточкам каждый житель блокадного Ленинграда получал всего лишь по 125 грамм хлеба. Его пекли из столярного клея с добавлением муки. Почти все не страдали дистрофией. 400 грамм соли. 4 коробка спичек. 200 грамм хозяйственного мыла. Всё это выдавалось на месяц. Без еды, воды и под постоянным прицелом врага ленинградцы выживали, как могли. Ужас тех дней тронул сердца юных десногорцев. Я узнала много нового, много информации. Я не думала, что всё было настолько жестоко. И это помогло восполнить мои знания по истории. Мероприятие очень понравилось. Оно очень душевное и затрагивает душу до слёз. Я увидела много всего интересного. Даже становится страшно при виде всего, что там произошло. Это было очень... Время такое очень сложное, очень трудное для ленинградцев. Не было ничего ни воды, ни еды, ни света, ни тепла. Особенно было очень трудно зимой. И когда ты понимаешь, что ты мог бы быть на этом месте, то без слёз ты не можешь просто стоять. Со дня снятия ленинградской блокады прошло уже 75 лет. С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится всё меньше и меньше. И такие воспитательные мероприятия необходимы подрастающему поколению для понимания всех благ, которые они имеют в настоящее время. Я думаю, что все вот эти мероприятия, которые делаются именно по памяти, это очень важно для того, чтобы развивались патриотизм, понимали дети то, что надо чтить всё-таки своих прадедов и всё, что было на нашей земле. В завершении концерта немного грустные, немного расстроенные, но вдохновлённые героизмом детей ленинградской блокады зрители покинули зал.